Здравствуйте! С вами телехакер Твереслав Тайнолюбов. На территории Тверского следственного изолятора вчера успешно реализовали эксперимент по возведению храма за один день. Вот бы такие темпы применить к строительству других немаловажных зданий, детсадов, сельских медпунктов, домов для переселенцев из аварийного и ветхого жилья. Или для быстрого решения земных проблем нужно всегда рассчитывать только на помощь свыше. Тем же, кто устал ждать разрешения своей плачевной бытовой ситуации, дам совет в конце программы. Сегодня, в Международный день без машин, пришла новость, что Тверской филиал Почты России скоро получит 200 велосипедов. Какое счастье! Теперь наши почтальоны будут отмечать день без машин еще в течение нескольких лет. Но я хотел бы коснуться почтовой службы по другому поводу. Как известно, перечень ее услуг постоянно расширяется. Там и пенсии выдают, и проездные социальные, и кредиты под 2% в день. Очень выгодно получается. 720 годовых. А еще платежи принимают, полезными товарами торгуют и даже фотографии печатают. И чем длиннее этот перечень, тем длиннее и очередь к заветным окошкам. Полагаю, тенденции глобализации и укропнения скоро изменят почтовую организацию. Полагаю, нам следует ждать появление огромных торгово-офисных гиперпочтамтов, где помимо перечисленных услуг Почта России откроет кинотеатры, рестораны, боулинги, супермаркеты, спа-салоны и аквапарки. И, разумеется, на цокольном этаже в самом дальнем коридоре можно будет, немного поискав, обнаружить стойку, где занимается приемом и выдачей посылок и писем. Надеюсь, с меньшими очередями. Постоянные авралы с подготовкой Твери к отопительному сезону заставили руководство города пересмотреть свой подход к этому делу. Теперь, вместо того, чтобы вбухивать миллионы в малоэффективное латание никуда не годящихся труб, Тверская администрация решила бросить все эти средства на содействие глобальному потеплению. Дело в том, что это явление, по данным ученым, принесет нашим краям только благо – субтропический климат с мягкими зимами. Возможно, и топить-то не нужно будет. Приближая потепление, местная власть снимает для тверских предприятий все лимиты на выброс СО в атмосферу, приглашает со всей России вредные производства и запрещает на территории Твери акции зеленых. Правда, пока эти меры существенного влияния на парниковый эффект не оказывают. Причина, наверное, все-таки не до конца ответственность и расторопность тех людей, которые отвечают за этот вопрос. Для тех, кто внимательно смотрел выпуск, мой совет тверичам, желающим как-то улучшить свои условия жизни. В это воскресенье у вас появится шанс. В Твери стартует традиционный кросс нации. Я разузнал, что, как в прошлом году, участникам кросса предложат убежать туда, где, по их мнению, им бы жилось хорошо. Если участник успеет за отведенное время достичь желаемого места, ему предоставят возможность там поселиться. В прошлом году большинство бегунов рвануло в сторону Москвы. Посмотрим, куда наших горожан понесут ноги на этот раз. А я прощаюсь с вами. Надеюсь, вы не убежите и посмотрите мой завтрашний итоговый выпуск. Пока!